Неожиданные гости. В Украину приехали ученые из Сибири. Музей веды из Тюменской области многие годы занимаются исследованием биографии Петра Ершова, автора известной сказки «Конек-горбунок». И совсем недавно они вышли на прямого потомка писателя. Как оказалось, правнук Ершова живет в небольшом селе под Киевом. Антонина Моровди была свидетельницей того, как в украинскую деревню нагрянули российские историки. «Конек-горбунок» на этой сказке выросло не одно поколение. Иванушка-дурачок со своим волшебным коньком проходит нелегкие испытания. Непутевый сын крестьянина в итоге выходит победителем. С помощью маленького друга он завоевывает заморскую принцессу, а сам превращается в писаного красавца. Петра Ершова написал эту сказку, когда ему было 19. «Конек-горбунок» стал его визитной карточкой и принес всемирную известность. В Тюменской области на родине писателя его даже называют «Сибирским Пушкиным». Целые исследовательские группы вот уже почти 200 лет собирают по крупицам ведомости о Ершове и его семье. Это сотрудники Ишимского музея имени Ершова. Они проехали 4000 километров поездом, чтобы в Киевской области встретиться с человеком, о существовании которого раньше не знали. Это приемный сын внучки Петра Ершова. Я узнала, что у Ольги Владимировны есть приемный сын. Она так и писала. Я живу со своим приемным сыном и его матерью. Его зовут Вадим. Он интересуется, он инвалид от рождения. Но я была уверена, вот буквально на 100%, что его уже нет в живых. Я даже и предполагать не могла, что где-то в Бышеве этот человек еще живет. Внучка сказочника Ольга Владимировна заботилась о Вадиме всю жизнь. Сейчас ему 77. Он живет в доме престарелых и практически не двигается, но имеет феноменальную память. Ученые записывают каждое слово, говорят, его информация бесценна. Я порадую, что память моего прадеда езжали из дебра, и все. Коник, голубоконик езжает в Ульяне по Есимским степам. Нас потрясли мифы. Там очень много деталей. Больше его никто не знает. Он знает всех и все. Потому что этот человек действительно сам себя развил. Он всегда интересовался этим. И поэтому он нам, просто для нас кладезь сведений необыкновенных. Все новые факты и сведения о Петре Ершове и его семье издадут в новой книге. В этом доме и прожили свою жизнь внучка Петра Ершова со своим приемным сыном. С тех пор здесь практически все изменилось. А сегодня и все вещи, которые имели отношение к роду Ершовых, отправились в российский музей. Здесь, на родине, оставили только любимую книгу Ольги Владимировны. Антонина Мороди, Максим Чеблин. Подробности в телеканал Интер.